всех приветствую на своем канале как я обещал своим подписчикам сейчас проведу краткий обзор модернизации доработки картофелекопалки полтавской и так удачного просмотра поехали итак сама картофелекопалка полтавская она рассчитана изначально по документации под тяжелый мотоблок я ее переделал под него почему так потому что за как ни странно такая же самая картофелекопалка но сделано под него стоит почти в два раза дороже чем наша картофелекопалка что пришлось переделать но в итоге пришлось переделать сам узел сепки где уменьшил я соответственно вот этот швелерок под размер невы 72 миллиметра и заменил внутреннюю часть труба где центрируется под палец под диаметром 16 миллиметров в тяжелом мотоблоке там диаметр 20 миллиметров потом следующее что существенно пришлось переделать я не знаю почему так сделали в тяжелом мотоблоке картофелекопалка да я видел их в Неве они все сделаны почему-то через вот такой длины кронштейн которую я ее практически убрал полностью таким образом я приблизил картофелекопалку к мотоблоку на 12 сантиметров то есть все это убрано и вот вы уже видите сам находится кронштейн рядышком с кронштейном крепления к мотоблоку ну что еще пришлось доделать это переделать сам лемех будем или даже не столько лемеха сколько столько к лемеху прутья которые были изначально сами прутья были сделаны так что они торчали в разные стороны цепляли друг об друга мне пришлось долго повозиться я здесь в этом месте вот открутил в этом месте открутил лемех перевернул картофелекопалку и спокойненько сделал так что прутья лемеха и прутья нижней вибрационной вот этой платформы теперь же соответствуют и ходят друг между другом кроме того прутья если вы сейчас заметили они загнуты таким расчетом вниз что сейчас даже картошка при любых условиях если там попадет она никогда не будет травмирована вот если посмотрите крупным планом вы видите что никогда никакой зуб практически не может садить картошку ну и кроме того подобный загиб я еще сделал в конце картофелекопалки тоже чтобы исключить ее травмирование когда картошка будет падать на нижнюю наконец на в конец вибрационной этой плиты ну по заточки лемеха это отдельный вопрос пришлось его немного подшлифовать заточить и зачистным кругом болгарки очень долго затачивал нож и он хоть как-то немного резал ну немножко пришлось еще заточить если вот видите может быть плохо видно вот эта часть вертикальной стойки тоже где-то миллиметров 70-80 тоже заточил чтобы можно было перерезать и сорня который попадает во время горки картофеля так что еще не не сильно понравилось это ширина ширина колеи будем так картофелекопалки было где-то порядка 63 65 сантиметров зависимости от того как зажмутся вот эти болты на картофелекопалки что я сделал я развернул колеса вот эти на 180 градусов по оси вот так вот соответственно снял здесь шпинтовочные эти шайбы развернул но при этом она немного цепляла за само оси что пришлось делать я тогда отрезал где-то полтора два сантиметра по всему периметру колеса и таким образом у меня сейчас картофелекопалка может иметь ширину 55 сантиметров и 60 сантиметров соответственно ну отдельным вопросом это наверное хотел бы вам показать эту саму систему натяжки изначально картофелекопалка была рассчитана так что натяжку можно здесь сочетать жестко вот на этих местах жестко зажжал натяжной ролик можно было натянуть ремень картофелекопалки что я переделал сейчас я покажу значит переделал принц переделка прошла принципиально все по другому вариант другом варианте прямо было приварено вот вы сейчас видите приваренный такой кронштейн здесь трубка здесь здесь гайка и контрагайка в конце вот видите и за счет двойных двойной рычага один рычаг это тот который штатным так и остался приваренный от трубочки а второй рычаг я сделал самостоятельно и шинки двухсантиметровой ширины и через пружину передается усилия на натяжной ролик значит что это дало мне это дало во-первых такую возможность как осуществлять в разблокировку резко разблокировать во время уборки картошки разбраки разблокировать картофелекопалку саму во вторых за счет пружины натяжение пружины мне дала вас дала она дала возможность убрать всевозможные люфты которые есть на шкине но меня это очень устраивает я этим доволен теперь отдельный вопрос еще о шкивах ну изначально при приобретении картофелекопалки был рекомендованный перебрести вот такой шкив на шестью болтах диаметром 140 миллиметров когда точке был установленный на шкив редуктор вот еще поставались здесь отверстия на памятни вы видите на шкиве мотоблока то получилось обороты на картофелекопалки такие низкие что практически лемех и не работал вибраций так какого не было ну оставалось два пути первый путь это подключить картофелекопалку соответственно под 3 ручей шкива мотоблока и дальше по ремню передать туда но я посчитал что при таком подключении с третьего ручья мотора двигателя на шкив картофелекопалки будет большая нагрузка на сам будем видеть подшипник коленвала и пошел по следующему и прикрутил шкив диаметром 140 миллиметров и что это как временно до шкива картофелекопалки как можно было центрировать его одел его на картофелекопалку вот таким образом установил новые фиксирующие отверстия для фиксации данного шкива и таким образом у меня получилась идеальная соосность шкива в копалке и мотоблока вы видите как она происходит натяжка его довольно неплохо при таком положении опытным путем я поэкспериментировал в этот период картофелекопалка не работает при таком положении ну если чтобы не сомневались попробуем сейчас завести соответствует ли так или итак мы заводим мотоблок и теперь посмотрим как он будет работать нажимаем сейчас сцепление в нашем случае мы выжили сцепление видим на нейтральной передаче работает сам сцепи редуктор картофелекопалка не работает нам теперь достаточно во время работы включить картофелекопалку довольно легко без всяких уменьшений мы это делаем с натяжки ролика тут мы видим работа на сцепи редукторе тут вы видите звуки уже сработаны на сцепи редукторе как они реагируют на всевозможные неровности в случае когда я провожу маневрор с разворотом я разблокирую данный рычаг таким образом ну вот друзья на этом пора заканчивать короткий обзор и модернизации картофелекопалка в ближайшем видео хочу поделиться с вами регулировкой настройкой угла наклона атаки лимитом как выставить любыми клубки картофелекопалка поэтому жду ваших комментариев, вопросов, рекомендаций подписывайтесь на канал, ставьте лайки вверх, вниз всего хорошего, удачных урожаев, успехов во всем вот 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 Продолжение следует...